Здравствуйте! Сегодня мой любимый, самый любимый мной раздел высшей математики называется исследование операции. Я так его люблю, что вот сейчас совершенно счастлив вам о нем рассказывать, во-первых, а во-вторых, даже на прошлом уроке вот начал вам рекламировать сегодняшние занятия. Вот, говорю, исследование операции, тогда-то его придумали, тогда-то изобрели. Значит, в чем дело? Значит, исследование операции, это по сути дела набор оптимизационных задач. Кто-то что-то оптимизирует, находит некую оптимальную тактику, скажем так, оптимальную тактику производства, например. Вот у нас была задача, где некий пекарь выпекал плюшки и ватрушки, у него для этого были ресурсы, как вы помните, мука, сахар и дрожжи, он был этими ресурсами ограничен и хотел получить максимальную прибыль и выбирал такой план производства. За это та задача называлась линейное программирование, потому что программа производства выполнялась. Мы там еще наслаждались жизнью и придумали некую задачу про, так сказать, Голливуд. Значит, некая голливудская фирма, не фирма, студия, снимает фильмы. Значит, и вот она, так сказать, делает фильмы, у них в качестве расходного материала используются звезды. Сколько контрактов со звездами на съемке фильмов у ней заключено было. Помните, такая была задачка? Ну вот, а сейчас будет речь о транспортной задаче. Транспортная задача, как я вам скажу в один из следующих уроков, она не ограничивает сугубо такой транспортной интерпретации. Значит, как выглядит транспортная задача? Так вот, такой вот в простой, понятном изложении. Это, собственно говоря, одно из приложений, на самом деле, той задачи, которую принято называть транспортной. Есть у вас некий груз. Он находится в нескольких местах. И нужен он тоже в нескольких местах, но в других. Почему-то вот разные автотранспортные техникумы очень любят эту задачу задавать, и там у них она звучит так. Есть несколько пристаней. На этих пристанях, или пристанях, не знаю как по пристанях, наверное, да, лежит щебень, который нужен бетонным заводам. И вот этот щебень с этих пристаней нужно развести по бетонным заводам. Развести его так, чтобы бетонные заводы остались бы довольны. Значит, каждому заводу хватило бы столько щебня, сколько он заказал. При всем при этом щебень, видимо, принадлежит одному хозяину. И заводы тоже одному хозяину принадлежат. И он так хочет спланировать процедуру перевозок, чтобы их стоимость была минимальной. То есть так выбрать расстояние, на которое придется возить груз, чтобы затраты на перевозку были минимальны. Тут есть такое понятие транспортный тариф, слово такое ученое, да? Чтобы суммарные расходы на перевозку стремились к минимуму. Так очень просто звучит задача. Вот посмотрим, есть табличка у меня. Вообще вся эта транспортная задача заключается в табличках. Вот таблички, таблички, чертится одна табличка, потом чертится другая табличка. Так без конца эти таблички меняются и совершенствуются. Значит, вот давайте поглядим, что это за табличка. Давайте посмотрим повнимательнее. Значит, вот табличка. Что в ней есть? Ну, вот слова такие написаны, поставщики и потребители. Поставщики. Вот они, первый, второй и третий поставщик. Три поставщика у нас есть, оказывается. Каждого поставщика есть определенное наличие. Вот нижняя строка указывает нам наличие этого товара у поставщиков. У них он всех в одинаковых количествах. 40, 40 и 40. Что это такое? Щебень на местах его, так сказать, выгрузки с речного транспорта. Или это может быть свежемороженая рыба лежит в рыбных портах. А может быть кирпич на каких-нибудь строительных базах лежит. И вот вам нужно на разные объекты его развозить. Потребители. Соответственно, либо это бетонные заводы, либо еще что-то. Вот настоящих потребителей здесь только три. Первый, второй и третий. И потребности их 20, 30 и 50. То есть в сумме 100. Как видите, эти потребности у них, 100 единиц, эти потребности, они меньше, чем то, что есть в наличии. Это выходит дело, что после того, как все это, перевозки будут спланированы и выполнены, то 20 единиц груза останется там, где они лежат. Щебень останется лежать на берегу, неиспользованный. Порастет травой, потом деревьями, потом поставят лавочку и будут любоваться закатами, рассветами. Археологи придут, раскопают, через много-много лет и скажут, какие же романтики были наши предки. Вот насыпали огромную кучу щебня, чтобы любоваться закатами, рассветами. На самом деле просто безхозяйственность. Ну так вот, в клеточках. В клеточках, в их правых нижних углах стоят какие-то циферки. Эти циферки указывают нам транспортный тариф. То есть, стоимость перевозки единички груза. Вот, например, посмотрите. От первого потребителя к третьему поставщику стоит перевести единицу груза 4 рубля, условных единиц, что-то в этом роде. А вот еще, например, такая точка. Вторая строка, второй столбец. Это значит, от второго поставщика к второму потребителю 6 единиц стоит. А что это за четвертый потребитель такой? Это фиктивный потребитель. Это тот потребитель, к которому везти ничего не надо. Это та самая куча щебня, которая останется лежать там, где она лежит. Вернее, останется, так сказать, валяться там, где она лежала. Вот так лучше сказать. Значит, что же это есть такой за потребитель? Чем он замечательный, чем он отличается от всех прочих? От всех прочих он отличается только тем, что везти к нему не нужно, и поэтому транспортный тариф по доставке до него равен нулю. Ну, не надо так огорчаться, думать, что всегда это какая-то вот куча ненужного барахла. Вот, скажем, если речь идет о поставке свежемороженной рыбы из рыбных портов, то в рыбном порту это переработает рыбзавод и сделает очень вкусную рыбу. Гораздо вкуснее, чем сделали бы где-нибудь, привезя сюда. Потому что она свеженькая еще, более-менее. Совсем другой колер. Вот. Что же у нас получается? Вот эта исходная таблица содержит условия задачи. Условия задачи, причем мы сразу немножко так вот разбавили в виде фиктивного потребителя. То есть такого потребителя, которого на самом деле нет, это просто остатки, которые где-то у кого-то останутся. Надо будет выяснить, от какого же из поставщиков надо будет планировать фиктивную перевозку вот к этому фиктивному потребителю. Прелесть этой фиктивной перевозки в том, что она ничего не стоит. Ноль. Значит, еще раз, зарубите себе на носу. Правый столбик. Набор потребностей. Сколько каждый потребитель хочет получить груза. Нижняя строка. Набор предложений. Сколько каждый поставщик хочет предложить своего товара. Сколько есть у него в наличии. Вот. У нас у всех поставщиков одинаково по 40 единиц. Зато потребители хотят все по-разному. И даже более того, настоящие потребители всех 120 единиц груза не хотят. 20 единиц у них останутся. Для фиктивного потребителя, которому везти не придется, стоимость перевозки к нему равна нулю. Вот в этих вот клеточках, что составляет тело таблицы, маленькими циферками указаны значения транспортных тарифов. 3, 5 и так далее. Значит, какая наша задача? Наша задача, значит, запланировать перевозки. То есть, от каждого потребителя к каждому поставщику мы должны, в принципе, указать, сколько нужно везти груза. Ну, например, ноль. Это тоже, значит, в плане должно быть указано. В принципе говоря. То есть, если мы не запланировали, значит, ноль. Значит, везти не надо в это направление. Нужно так распределить план перевозок, чтобы стоимость его была минимальна. Чтобы минимум затрат нам потребовался бы на его осуществление. Вот какова задача этой транспортной задачи. Значит, решение транспортной задачи строится в несколько этапов. Ну, давайте так вот будем загибать пальчики. Значит, во-первых. Первое, это нужно составить исходный план перевозок. Любой. Абы какой, лишь бы все было нормально. Лишь бы все потребители были удовлетворены. И все поставщики весь свой товар либо куда-то отправили, либо отправили фиктивному потребителю. То есть, оставили бы у себя. То есть, все должно быть определено. Абы какой. Неважно, будет ли он оптимальный или не будет. Это дальнейшая задача того, кто решает. Значит, дальше нужно проверить. Да, является ли данный план оптимальный. И если не является, то как его улучшить? Вот что есть такое. Вот эти вот слова, которые я сейчас говорю, на самом деле очень сложную за собой держат задачу. Как это так выяснить, оптимальный он или не оптимальный? Это что, все перебрать, что ли? Все возможные варианты другие. Нет. Вот в этом-то и хитрость транспортной задачи, что она позволяет очень простым, совершенно детсадовским способом эту задачу решить абсолютно точно. Абсолютно точно дать рецепт, как это сделать. Значит, после выяснения, является ли данный план перевозок оптимальным или не является, нужно его улучшать. После улучшения снова новая проверка. Оптимальный или не оптимальный? Не до тех, пока не будет получен оптимальный план перевозок. То есть такой план перевозок, дешевле которого ничего сделать невозможно. Понятно, да, в чем заключается игра? Вот сейчас будем играть. Значит, вернемся к первому элементу нашего плана. Он называется составление исходного плана перевозок. Вот, составление исходного плана перевозок. Есть очень разнообразные способы составления такого плана. Есть способы очень сложные. Они дают такой план, ну, в общем, так сразу, более-менее близкий к оптимальному. Есть метод вообще такой вот дебильный, ой, извините за выражение, ну, совсем такой простой, но дающий совершенно, как правило, очень плохое решение. Очень плохой, невыгодный план. Это называется метод северо-западного угла. Звучит этот, очень как-то вот потрясающее самое название для читателей учебников по исследованию операции. Как они посмотрят во введении метод северо-западного угла? Нет, я этого никогда не пойму. И откладывают книжечку в сторону. Вот такое вот действие производит этот метод на неискушенных читателей. На самом деле в нем нет ничего хорошего в этом методе, и тем более ничего сложного. Я вам посоветую такой некий, с одной стороны, очень простой способ составления исходного плана перевозок, а с другой стороны, достаточно эффективный. Я вам уже как-то толковал, что вот, например, в физике используется понятие материальной точки, да? Помните, вот такая материальная точка, размеры нулевые, имеют массу, там, скорость, импульс, все, что хотите, кинетическую потенциальную энергию. Так вот и в математических приложениях экономики, и в экономике, как в науке, используется такое вот абстрактное понятие. Экономический человек, он обуреваем только тем, как бы где больше копеечку урвать, да? Как бы сэкономить, вот такого, ну, жлоб, не обижайтесь за это выражение, жлоб, жлобствующий такой тип. И вот эта вот модель такого вот жлоба, она вот для решения таких экономических задач очень простая. Вот что будет делать жлоб первым делом, если увидит вот такой план перевозок? То есть представьте себе, что ему надо вот идти и что-то там покупать, грубо говоря, в магазине. Куда первым делом пойдет жлоб? Первым делом жлоб пойдет туда, где дешевле. Правда, вот наш жлоб, он немножко умный, он туда, где бесплатно дает, не пойдет. Вот, ну, нам это не нужно, потому что последнюю строку, вот эти последние 20 единиц товара мы все равно по нулевой цене сможем пристроить. Нам нужно из тех искать. Куда он пойдет первым делом? Он пойдет первым делом туда, где самая дешевая цена, но положительная, то есть больше нуля. Где самая дешевая? Вот клеточка есть, в ней есть транспортный тариф 2 единички. Это соответствует перевозкам от второго, ко второму потребителю от первого поставщика. Видите, да? Первый столбец, вторая строка. Вот так вот это называется, да? Вот, сюда можно сколько запланировать перевозку? 30 единиц. Почему 30? Значит, потребитель просит 40 единиц груза, а поставщик ему предлагает, потребитель просит, простите, 30 единиц груза, а поставщик предлагает 40. Да, видите, вот внизу под этой клеточкой написано 40. Это наличие у поставщика 40 единиц груза. А вот справа, если смотреть вправо по этой строке пробежать, 30. Это потребность. Вот потребность второго потребителя только 30. Больше 30 ему не нужно, он не освоит, не съест. И вот сюда мы планируем перевозку 30 единиц груза. По 2 единицы за штучку. Вот такая вот скромная задача. Достаточно, по-моему, простая. Давайте искать дальше, куда дальше еще составлять. Еще, где есть дешевые клеточки? Есть клеточка, которая содержит транспортный тариф 3. Это перевозка к первому потребителю от первого поставщика. Верхний левый угол. Значит, у первого поставщика было 40 единиц груза. Да, вот внизу написано. 30 единиц он отдал второму потребителю. Отдал? Отдал, не отпирайтесь. Значит, отдал он второму потребителю 30 единиц. У него сколько осталось? 10. 10 единиц у него осталось свободных. А потребитель первый просит 20. Сколько мы дадим? Ну, конечно, дадим 10. Больше не сможем дать. Вот они. 10 единичек. Смотрите, что получилось. Мы уже распределили те 40 единиц товара, которые были у первого поставщика. Вот они теперь нашли своих потребителей. Они их получат. Обратите внимание, второй потребитель просил 30 единиц. Ему 30 единиц предоставили. С третьим потребителем вообще разговоры еще не велись. До него очень далеко ехать. Самые дешевые 4 единицы за единицу товара. И второй потребитель ищет, где бы ему достать 10 единиц. Первый потребитель, простите. Вот ему 20 единиц груза нужно. Ему пока выделили только 10. Ну, хорошо, ищем другую, самую дешевую клеточку. 2 и 3. Это уже заполнено. Есть клеточки 2 штучки, где транспортный тариф 4. Есть такие 2 клеточки. Вот, смотрите, вот клеточка. Первый потребитель в эту клеточку может себе запланировать перевозку 10 единиц груза от третьего поставщика. И он полностью удовлетворит свои потребности. То есть, теперь уже вот на данный момент составление плана и первый, и второй потребители уже обеспечены. Им запланировано. Осталось теперь только сбыть товар третьему потребителю. Так, ну что, давайте посмотрим повнимательнее. По 4 единицы он хочет, наверное, взять, правда? Это у него самая дешевая цена из тех, что осталось. Сколько он хочет? 50. Сколько ему предлагают? Ему предлагают 40. Он все 40, наверное, и возьмет. Взял. Вот сколько он запланировал единиц товара. 40 единиц он заберет. Ему нужно еще 10. У него есть богатый выбор. Либо брать товар, за перевозку которого нужно платить 5 единиц, либо 7 единиц. Какой выбор сделает настоящий экономический человек абстрактный жлоб? Конечно, 5 единиц. Ну, получи жлоб, свои 5 единиц. Вот, все. Он теперь сыт. Посмотрите, первый потребитель закрыл свои потребности, второй закрыл. Значит, я вот просуммировал первую строчку 10 плюс 10, 20. Вторая строчка 30. Ну, 30, оно и есть 30. И третья строчка 40 плюс 10, 50. А что с поставщиками? Смотрите-ка, первый поставщик избавился от своего товара. Он его распределил. 10 плюс 30. Действительно, равняется 40. Второй поставщик 40. Ну, 40, оно и есть 40. И вот третий поставщик 10, 10. И еще нужно запланировать перевозку 20 единиц к фиктивному поставщику. То есть, они просто останутся лежать там, где лежали. Вот оно, что получилось. Кстати, интересно посчитать, сколько все это стоит удовольствия. Сколько стоит такой, значит, план перевозок. Давайте попробуем в уме посчитать. Вот так вот по строчкам таблицы, заполненным, будем считать. 10 и 3, 30 единиц. Плюс 10 и 4, плюс 40. 30 плюс 40, 70. Плюс еще 30 на 2, плюс 60, 130. Плюс 160. Это будет 290. И плюс 50, 340. Ну, и счет 20 единиц по нулю, это ничего не изменит. 340 условных единиц денег стоит вся эта перевозка. Вот такова стоимость этого плана. Теперь нам предстоит выяснить, является ли этот план оптимальным или не является. Вот это самая, так сказать, творческая в этом деле, значит, составная часть задачи. То есть, нужно предстоит выяснить, является он оптимальным или не является. А если является, то есть, если не является, то как его улучшить? Вот в чем проблема. Вот такая вот проблема. Значит, ну, перед тем, как перейти к следующему этапу, давайте-ка проверим. По строчкам просуммируем еще раз. И по столбцам еще раз. Посмотрите, надо убедиться, что действительно все потребности удовлетворены, а все возможности использованы. По строчкам 10 плюс 10 – 20, 30 равно 30, 40 плюс 10 равно 50, 20 равно 20. По столбикам 10 плюс 30 – 40, 40 – это 40, 10 плюс 10 плюс 20 – 40. Все в ажуре. Все хорошо. Что же нам надо делать дальше? А вот дальше начинается подбор транспортных потенциалов. Вот появились две буковки в табличке – У и В. Помните, такой была наука у вас в школе физика? Там был электрический потенциал. Какой буквой обозначали разность потенциалов, не помните? У. Правда? У. Или как сейчас теперешние англоязычные наши родные студенты говорят Ю. Значит, У. Еще была буковка В латинская, которая иногда обозначает понятие вольт, которая тоже имеет отношение к напряжению, да, к электрическому потенциалу. Вот оно, разность потенциалов У и В. Ну, в нашем случае это называется транспортный потенциал. Строк – это буковка В, мы ее выбрали. Транспортный потенциал столбцов – буковка У. Нужно присвоить каждой строчке и каждому столбцу транспортный потенциал. Делается это по определенному закону. Пока не спрашивайте меня, да вы и не можете, не спрашивайте меня, почему надо присваивать вот эти потенциалы. Сейчас вы увидите, для чего это будет нужно. Вопрос, как их подобрать. Значит, подобрать их нужно следующим образом. Вот, слушайтесь внимательно в то, что я вам сейчас скажу. Нужно так подобрать транспортные потенциалы, чтобы для всех заполненных клеток таблицы, вот у нас там есть заполненные клетки таблицы, посмотрите на них, чтобы для всех заполненных клеток таблицы сумма потенциалов строки и столбца равнялась бы транспортному тарифу. Вот, в данном случае началось заполнение, значит, подбор этих потенциалов. Подобрать их можно, ну, в общем-то говоря, бесконечным количеством способов. Достаточно выбрать какой-то один. Я как-то так уж для себя установил, что подбор потенциалов я начинаю с клетки, заполненной самым большим транспортным тарифом. Вот, смотрите у меня, какие есть клетки из заполненных. Вот клеточка содержит транспортный тариф 3, 4, 2, еще клетка заполненная 4, 5 и 0. Какой самый большой тариф из всех этих? 3, 4, 2, 4, 5, 0. Конечно, 5. Это, значит, клеточка, в которую запланирована перевозка 10 единиц товара от третьего поставщика к третьему потребителю. Нужно подобрать два числа, чтобы в сумме они давали 5. Таких чисел уйма. Пожалуйста, 2 и 3. 1 и 4. 7 и минус 2. 10 и минус 5. Сколько угодно. У меня как-то с фантазией вот в такие моменты всегда плохо становится. Я самый простой подбираю вариант 5 плюс 0. Все. Можно пятерочку поставить, значит, внизу, то есть, как бы потенциал столбца, а можно здесь вот потенциал строки. Разницы большой от этого не происходит. Не влияет это на результат решения задачи. Ну, ход там немножко будет другой. Ну и что? Значит, я лишний раз напоминаю вам, что вот эта вот транспортная задача, ее решение, это, по сути дела, линейно-алгебраическая задача. Вот видите, как? Вроде как мы занимаемся сейчас исследованием операции. Но исследование операции — это некий прикладной раздел высшей математики. В этом прикладном разделе используются элементы всех ее других подразделений. Вот, в частности, есть такое чудное подразделение — математический анализ. Где-то с его помощью ищется максимум и минимум. В нашем случае ищется максимум и минимум в рамках некой линейно-алгебраической задачи. Работа с какими-то табличками. Таблица-матрица, да? Вот у нас тоже своего рода матрица, таблица. Транспортная таблица, так ее зовут. Ее пока не додумались называть транспортная матрица. Ну, вот транспортная таблица ее обычно называют. Вот. Что я хочу вам еще сказать? Я вам уже пытался встолковывать в свое время, что линейная алгебра по сути, так сказать, по объему затрат, так сказать, умственной энергии очень хорошая подходящая наука для детского садика. Но какой-то специфический очень садик, где хорошо знают арифметику, где хорошо умеют считать. Вот если умеешь хорошо считать, то, в общем, нет никаких проблем подобрать два числа, чтобы в сумме было пять. Правда? Вот никаких проблем нет. Вот. Ну, вот достаточно уметь складывать и вычитать. И быть, так сказать, такой вот, ну, заинтересованным таким вот жлобом. Теперь уже в хорошем смысле слова, который жлобствует, хочет все сделать подешевле и, наоборот, продать подороже. Вот такой вот человек. Ну, продолжим наш подбор транспортных потенциалов. Напомню, что начал я с клеточки, у которой самый большой транспортный тариф из тех, что заполнены. Вот обратите внимание, просто транспортный тариф самый большой для клеточки, у которой стоит тариф семь. Таких клеток две. Но ни одна из них не заполнена, правда? А вот из тех, кто заполнен, самый большой транспортный тариф пять. Поехали, начали подбирать. Подобрали. Пять плюс ноль. Хорошо. Надо подобрать остальные потенциалы. Что делать? Ну, надо использовать те клетки, у которых теперь хотя бы один потенциал есть. Вот смотрите, клеточка такая. Верхний правый угол. Там стоит запланированная перевозка десяти единиц от третьего поставщика к первому потребителю. Для нее, у этой клеточки, у которой транспортный тариф четыре, один потенциал известен. Потенциал столбца. Ноль. Значит, нам не составляет труда придумать, какое число нужно прибавить к нулю, чтобы получить четыре. Не так ли? А вот еще одна клеточка. У нее, значит, в ней стоит двадцать единиц. Это третий поставщик, четвертый эффективный потребитель. Двадцать единиц там запланировано, а транспортный тариф там ноль. Что нужно прибавить к нулю, чтобы получился ноль? Удивительный вопрос. Конечно, ноль. И вот еще одна клеточка. Второй потребитель, второй поставщик, простите, третий потребитель. Для него, для этой третьей строки, известен потенциал В, равный пяти. Что нужно прибавить к пяти, чтобы получилось четыре? Это как раз транспортный тариф для этой клеточки. Стоимость перевозки от второго поставщика к третьему потребителю. Что нужно прибавить к пяти, чтобы получилось четыре? Конечно, минус один. Ну что, давайте попробуем это дело реализовать. Вот, прибавили к пяти, минус один. Да, действительно, получили четыре. А вот мы к нулю прибавляем четыре. Видите, появилась еще одна цифра? Бум-бум, помигаем ей, да? Видите, мигает. Это вот появилось. Мы подобрали еще один потенциал строки. Раз. Да, вот еще один потенциал строки. Нолик. Да? Нолик. Ноль плюс ноль равняется ноль. Нам еще осталось кое-что подобрать. Давайте подбирать кое-чего. Верхний левый угол. Десять единиц груза. Запланировано перевести от первого поставщика к первому потребителю. По транспортному тарифу три единицы. Да, значит, вот эти вот три единицы должны получиться, если к четырем, к потенциалу первой строки, В, прибавить потенциал первого столбца, У. Что же нужно прибавить к четырем, чтобы получилось три? Все попытки прибавлять положительные численности к чему не ведут. Но если вы к четырем прибавите минус единицу, вы получите три. Вот оно. Оно. Это прибавление. Четырем прибавили минус единицу. И получили троечку. Так. Ну что ж, как быть дальше-то? У нас еще одна клеточка. Еще одна строка не имеет ясного определенного нами транспортного потенциала. Какая же строка? Это вторая строка. Есть в этой строке одна клеточка, это вот там, где написано 30 единиц перевозка от первого поставщика ко второму потребителю, для которой один потенциал, потенциал столбца известен. То есть у минус единица. Что нужно прибавить к минус одному, чтобы получилось два? Догадались, что к минус одному нужно прибавить три? Нет. Но если догадались, можно ставить. Вот, поставлено число три. Мигает. Вот как вышло. Хорошо бы проверить. Действительно все правильно получилось. Давайте проверять. Проверять будем как? Суммировать будем для каждой заполненной клетки транспортные потенциалы строк и столбцов соответствующих. Вот-вот, верхний левый угол. Потенциал транспортный три. То есть, простите, не транспортный потенциал, а транспортный тариф, троечка. Четыре минус один. Да, действительно три. Да вот, смотри, четыре плюс ноль. Четыре. Я так по строкам бегу, да? Вторая строчка. Три минус один. Двоечка. Третья строчка. Пять минус один. Четыре. Так, пять плюс ноль. Пять. Ноль плюс ноль. Ноль. Все нормально. То есть, транспортные тарифы, к счастью, мы подобрали правильно. Вот давайте сейчас, чтобы нам далеко не убежать, не убегать от этого места, давайте еще раз посмотрим, как это делалось. Я вот потихонечку отщелкаю всю нашу историю назад и посмотрим, как мы это дело подбирали транспортный тариф. Вот первая ситуация, когда только появляется транспортный тариф. Мы находим самую дорогую, в смысле транспортного тарифа, за единицу груза, клеточку, из числа заполненных. Это какая клеточка? Клеточка, которая содержит транспортный тариф пять, и в нее запланирована перевозка десяти единиц. Здесь не суммарная стоимость перевозки, самая большая, не у нее самая большая стоимость перевозки. Вот рядом стоит клетка сорок единиц товара по четыре рубля. Это явно больше, чем пятьдесят. Вот эти наши единицы. Ну вот мы подбираем два числа, сумма которых составляет число пять. Пожалуйста, ноль и пять такую сумму составляют. И начинаем искать клетки, у которых один потенциал известен, а другой неизвестен. Но клетки такие ищем только среди тех клеточек, которые заполнены. То есть тех клеток, которые соответствуют направлениям перевозок, куда уже что-то запланировано вести. Вот, например, клеточка. Эта клетка какая? Второй столбец, третья строка. Второй поставщик, третий потребитель. Четверочка, тариф. Пятерочка, потенциал строки. Потенциал столбца должен быть равен минус одному, чтобы пять минус один, получилось четыре. Следующую, находим такую точку. Это правый верхний угол таблицы. Третий поставщик, первый потребитель. К нему вести стоит четыре единицы за единицу гроза. Но один потенциал известен, ноль. Значит, другой потенциал будет. Потенциал строки будет четыре. Потому что ноль плюс четыре, это четыре. Следующую точку заполняем. Вот она. Ноль плюс ноль, ноль. Это правый нижний угол. Третий поставщик, четвертый эффективный потребитель. Вот еще одна клеточка заполняется. Верхний левый угол. Кстати говоря, верхний левый – это северо-западный. Четыре минус один. Три. Да, подобрали. Три минус один, два. Это вот так подбирается число три. Чтобы вот это все совпадало. Действительно, если все эти числа складывать, действительно, получается те самые транспортные тарифы. Мы проверку сделали. Подобрали транспортный тариф. Не сложно ведь, правда? Детский сад. А для чего все это делалось? Сейчас вам расскажу. Очень простые диагностические принципы. Признаки, лучше сказать. Так, да? Значит, делается это так. Надо для всех заполненных клеточек, незаполненных, простите, клеточек таблицы, посчитать сумму транспортных потенциалов. Вот они. Посмотрите. Красивые наши. Посчитаны. Вот обратите внимание. Вот они появляются. Раз. Это суммы по незаполненным клеткам. Вот, например, верхний ряд. Там одна клеточка незаполнена. Та самая клеточка, которой второй поставщик, первый потребитель. Тариф там транспортный всего лишь на всего 5. А сумма потенциалов сколько будет? 4 потенциал строки. Видите, справа стоит четверка. Минус 1 потенциал толпца. 4 минус 1. Загадка. 3. Есть еще незаполненные клетки во второй строке. Вот она, средняя клеточка второй строки. Второй поставщик, второй потребитель. Та клетка, где стоит транспортный потенциал 6. 3 минус 1. 2. Вот. Обращаю внимание, что пока то, что получалось у нас, получались у нас суммы транспортных потенциалов меньше транспортного тарифа. Может, это о чем-то говорит? Нет. Сейчас узнаем, о чем это говорит. Вот какая штука. Третий потребитель, третий поставщик. Какой же потребитель-то? Второй потребитель. 7 единиц стоит туда довести товар, а сумма потенциалов 3 потенциал строки, 0 потенциал столбца. Сумма троечка. И осталась одна клетка, для которой я еще не озвучил расчет. Это первый поставщик, третий потребитель. 5 минус 1, 4. И нижняя строка. Потенциал строки этой 0, а потенциал столбцов минус 1, минус 1, 0. Значит, 0, минус 1, минус 1, 0, минус 1, минус 1. Вот они, что получились. Вот таковы получились суммы транспортных потенциалов. Значит, каковы же диагностические признаки? Вот запомните, а лучше всего запишите. Значит, признаки таковы. Если, как в нашем случае получилось, что сумма транспортных потенциалов для всех незаполненных клеток таблицы оказалась меньше транспортного тарифа, вот, если сумма транспортных потенциалов для всех незаполненных клеток таблицы меньше транспортного тарифа, то план перевозок улучшить невозможно. Это самый лучший и причем единственный из лучших план перевозок. Дешевле уже перевести нельзя. Вот как говорит нам метод транспортных потенциалов. Дешевле нельзя перевести. Если бы для каких-то клеток оказался бы транспортный тариф равен сумме транспортных потенциалов, это бы указывало на то, что оптимален план перевозок. То есть дешевле сделать нельзя. Но существуют и другие планы с такой же стоимостью. Они столь же оптимальны, как этот план. Есть из чего выбрать. Может какие-то другие пожелания. Вторичные по отношению к обеспечению минимальной стоимости, максимального экономического эффекта. Значит, если для некоторых табличек У плюс В равен транспортному потенциалу, а для всех остальных незаполненных клеточек меньше, чем транспортный потенциал, чем транспортный тариф. То есть, грубо говоря, если У плюс В меньше или равно транспортного тарифа, тогда план перевозок оптимален, но не единственный. Ну и, наконец, с точки зрения того, кто будет решать задачу, интересная ситуация, когда план улучшить можно. План улучшить можно, если для каких-то клеток транспортный потенциал, сумма транспортных потенциалов оказалась равна транспортному, превысила транспортный тариф. То есть, если У плюс В больше транспортного тарифа для каких-то незаполненных клеток, значит, надо улучшать план перевозок. Значит, его можно сделать дешевле. Вот как. За счет чего? За счет переноса перевозок в ту клетку или на то направление, на котором у нас получилось У плюс В больше, чем транспортный тариф. Вот туда надо переносить. Вот такой простой рецепт. Ну, значит, у нас этот рецепт, нам этот рецепт не очень нужен. Мы будем радоваться, что это у нас самый дешевый из известных, из возможных, и он причем единственный такой самый дешевый план перевозок. Вот. И мы знаем, сколько он стоит. Я вот считал в уме. Тут вот, пожалуйста, приведен расчет подробный. 340 единиц. Так оно и получилось. 10 на 3 плюс 10 на 4 плюс 30 на 2 плюс 40 на 4, 10 на 50 и 20 на 0. Не позабыли, не поленились, помножили. Получается 340 единиц. Ну, так вот, я хочу вам показать саму процедуру улучшения плана перевозок. Так устроен тот способ получения исходного плана перевозок, который я вам предложил. Вот он как-то безымянный, без названия, ни с кем великим он не связан, вот, никак с его именем. Но он вот при решении, по крайней мере, такого рода вот учебных задач, он очень часто дает сразу с первой попытки, значит, самый оптимальный план перевозок. Я думаю, что как раз в тренировочных, учебных, значит, целях придуман и план составления исходного плана перевозок, который называется метод северо-западного угла. Вот такой есть метод северо-западного угла, который вот само название всех пугает, да, вот, но мы это не можем понять. Нет, вы легко поймете. Карту представляете? Ну, это уже карта нашей Родины, да, России. Значит, север есть, да, где наверху, юг внизу, запад, где, если на него смотреть, слева. А северо-запад это где? Слева вверху, в верхний левый угол северо-западный, там, где Петербург, Мурманск, Петрозаводск. Вот это вот северо-запад нашей страны. Вот, то есть вот там вот на карте, там находится, значит, на северо-западе находятся те клеточки, если в нашей табличке начинать, с которых по методу северо-западного угла рекомендуют начинать заполнение таблицы. Вот, мы этот метод северо-западного угла, значит, на следующем занятии с вами опробируем. С какой целью? С одной единственной целью. Чтобы создать план перевозок несовершенный, а потом его усовершенствовать. Чтобы понять, как эта процедура усовершенствования плана перевозок работает, как в этом случае вот эти вот жлобские наши принципы, значит, положенные в основу математического этого метода, как они будут работать. Я, значит, сразу оговорюсь, значит, как же это на самом деле выглядит, по сути дела, наша задача. Вот смотрите, сколько у нас задач неизвестных, которые мы должны определить. Вот сколько у нас клеточек в таблице, куда надо перевозки планировать, столько у нас и неизвестных. У нас получилось три поставщика настоящих и четыре потребителя вместе с фиктивным. То есть вот на эти вот 12 направлений перевозок мы можем, в принципе, планировать эти перевозки. Правильно? То есть 12 переменных у нас, да? С ума сойти. Правда? Значит, что мы планируем? Мы планируем стоимость перевозок. Ну, понятно, что вот эти значения переменных, которые мы вроде как расположили по всем клеточкам, вот там, например, есть переменные, которые равны нулю, они просто здесь не написаны. Да, вот, например, от второго поставщика к первому потребителю ничего не везут. Там нету. Ничего не запланировано. Ноль. Да? При этом ограничения должны быть. Вот по строчкам, значит, сумма должна быть определенной 20, да? По столбцам там определенные суммы по каждому столбцу своя. В принципе, по каждой строчке своя сумма. Вот этих вот планируемых нам и переменных, да? Вот такие вот условия. Сколько таких условий получается наложено? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь условий, да? Семь условий при наличии 12 переменных. То есть, в принципе говоря, их можно друг через друга выражать, но все равно не хватает еще пяти, пяти условий для того, чтобы четко определить единственность, какое-то вот решение достичь. Вот. То есть, на самом деле, это нам позволяет искать вот на этом вот огромном, в пятимерном пространстве, по сути дела, оптимальное решение, минимум целевой функции, затраты на поставки. И вот такого рода задачи, когда у вас наборы всяких там иксов, наборы условий такого рода вот ограничивающих, линейных, они не только встречаются в транспортном бизнесе, они и в других местах могут встречаться. Надеюсь, мы с ними познакомимся на одном из занятий. Вот. А пока я хочу с вами проститься. Проститься, пожелать вам всего наилучшего. Напомнить вам, что транспортную задачу решать одно удовольствие, на самом деле. Вот почему-то многие ее сравнивают, это как пассианс раскладывать. Ну, вот. Ну, и, в принципе, такие веселенькие, легенькие задачки, честное слово. Поверьте. Значит, буду стараться хоть что-то вам рассказать, ладно? Удачи! Жду вас на следующем занятии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok